Здравствуйте, я Игорь Манн и в эфире программа Bittrex24 спрашивает. Уже четвертый сезон. Мы говорили о маркетинге, о продажах, о стратегиях, об управлении командами. И в этом выпуске мы поговорим о том, что случилось с нашими главными героями, с которыми мы разговаривали год назад, за 2020 непростой год. Что они сделали, что не сделали и почему. Перед тем, как мы начнем программу, подписывайтесь на канал. И у нас в гостях сегодня Олег Калманов, компания Fusion. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, меня зовут Игорь Манов, Олег. Я являюсь основателем и генеральным директором IT-интегратора Fusion. Наша компания занимается автоматизацией среднего и крупного бизнеса. Мы внедряем CRM, мы автоматизируем проектную деятельность и реализуем комплексные проекты. Год назад я встречался с Игорем Маном, и мы обсудили множество вопросов по тому, как развиваться, как идти вперед, какие задачи решать. Прошел год, что-то получилось, что-то нет. Сейчас мы встретимся с Игорем Маном еще раз и обсудим, что из этого вышло. Как год, Олег? Год действительно был непростой, трудный и вообще... Вы можете продолжить синонимы. У нас 18+, можно все, если что, запипиковать. Но непростой. Да, конечно. Потому что те планы, которые были, особенно после того, как мы с вами поговорили, наметили план, как развиваться, и все пошло не так. Есть же выражение, что хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Кстати, все равно нужно планировать. Очень многие люди прямо вот на эту поговорку списывают отсутствие планирования тактического, стратегического, что абсолютно неправильно. Я больше чем уверен. Сейчас мы услышим от Олега, что был план. Ну, понятно, что он пошел под откос, но Олег перепланировал все и начал все сначала. Так оно и было? В какой-то степени да, но и тут, наверное, даже по-другому. У меня есть видение, цель, чего я хочу достичь, каких высот достичь. И план – это уже, наверное, тактика. Стратегия, она не поменялась. Поэтому в целом, если мы возьмем, например, самое, наверное, то, что меня больше всего драйвит в международное направление. Давайте так, если у вас получится, с вас бутылочка хорошего кипрского вина. С удовольствием. Договорились. К сожалению, я вам не привез бутылку из Кипра. Я кружки приготовил уже. Жалко. Но я думаю, что через год я все-таки это сделаю. Потому что все равно эта цель у нас осталась. Мы к ней придем. Но вы же с какими-то другими международными проектами поработали? Да, естественно, у нас получилось поработать с Кипром. Ой, не с Кипром, с Кипром не получилось. А то я думал, вот. С Казахстаном, с Арменией. У Казахстана очень хороший коньяк. Это я намекаю. Хорошо, я понял. В следующую встречу. Но, собственно говоря, не получилось открыть какого-то международного представительства. А именно заказчики обращались к нам как к экспертам, как к специалистам. И мы как раз для них из Москвы реализовали какие-то проекты. То есть вот эту галочку можно поставить. Вы хотели международную экспансию, она у вас получилась хоть и немножко по-другому? Я думаю, мы в самом начале пути, но понятно, как действовать. Отлично, хорошо. А вот с попыткой выйти из ниши удалось? Вот здесь как раз получилось все даже лучше, чем даже, наверное, я планировал. Поясню. У нас получилось... Ну, во-первых, мы общались когда год назад, у нас была представка «Интранет-интегратор». Мы на эту тему тоже общались немножко. Когда мы приходим в крупный бизнес, они не хотят нишевого игрока, они хотят, чтобы их покрывали полностью. То есть занимались и, например, интернет-порталом, и CRM-системой, и какими-то интеграциями, и BI-системой и так далее. И мы после этого подумали, и мы сократили до двух букв «IT», «IT-интегратор». Мне кажется, это здорово. Мы проанализировали те продукты, которые мы делаем, те услуги, которые мы предоставляем. У нас не только интернет, у нас и CRM-система, автоматизация. Но все входит в «IT». Да, автоматизация деятельности и так далее. И за счет этого, и в том числе за счет этого, получилось реализовать несколько комплексных проектов, где мы были генподрядчиком, мы заходили со своей основной экспертизой, наша экспертиза — это как раз внедрение Bitrix24, автоматизация. Но попутно мы реализовывали и реализовывали мобильные приложения, не одно даже, там, несколько, и осуществляли подключение оборудования, то есть поставку оборудования, его подключение, автоматизация с помощью него. И, получается, мы обеспечивали даже контур безопасности, то есть, естественно, плюс телефонии и так далее. То есть, в принципе, на проекте работала наша команда, и плюс 4-5 привлеченных команд-суподрядчиков. И вот как раз за счет этого получилось быть экспертом в своей области и быть комплексным поставщиком услуги для клиента. То есть, здесь это, конечно, классный вызов, потому что это большие комплексные проекты, другой чек. Да, я помню, вы с вами говорили, что вас обычно нанимали в субподряд, а тут получается, что вы уже привлекали другие компании, чтобы выполнить контракт для клиента своего. Поздравляю, это классный результат. Это получилось, причем это было интересно, потому что мы у себя прокачивали менеджинскую историю и аналитиков. А у меня просто вопрос, а вам это понравилось? Может, это непростая работа? Всем по-разному. Но вам лично? Мне лично очень понравилось, потому что это классный драйв. То есть, будете продолжать это делать? Да, мы это даже продолжаем. А как клиент счастлив? Удовлетворен, мы поехали дальше. Отзыв получили от него? К сожалению, под Индией. Я хочу обратиться ко всем. Это такая некая находка прошлого года. Ну, вернее, я все время это делал, но начал рассказывать только вот в прошлом году. Для очень многих компаний в Bittrex 24 воронка продаж заканчивается получением денег, но иногда получением закрывающих документов. Попробуйте продлить воронку еще одним этапом. Пускай это будет получение денег, получение закрывающих документов и получение отзыва. И вот полностью контракт считается завершенным, когда вы получаете отзыв. То есть, я могу прекрасно поработать с клиентом, получить деньги, получить закрывающие документы, но вот отзыв он почему-то мне не дает. И у меня тогда возникает подозрение, может быть, я все-таки где-то не дожал, где-то не доработал, где-то что-то обещал и не сделал. И Индией, на мой взгляд, Олег, это просто такой новый способ объяснить, что оправдаться. То есть, в конце концов, вы же видели всякие там шпионские фильмы, когда показывают файл, там все жук-жук-жук зачеркнуто. Вы просто пишите рекомендательное письмо от мы, зачеркнуто, работающие в отрасли. Это же можно назвать, да? Благодарим компанию Fusion за то, что они сделали подпись генеральной дирекции компании, фамилия зачеркнута, роспись зачеркнута. Но вы говорите, вот, Индией в действии, но отзыв есть. В любом случае, это лучше, чем ничего. Спасибо за рекомендацию, потому что мы с ними продолжили работать, мы дальше развиваем проекты, поэтому, я думаю, это будет получить. Делать, конечно. А мне еще интересно, просто очень интересно, а чему вы еще научились, работая как интегратор? Кстати, еще один совет. Все-таки IT-интегратор мне больше нравится, чем интернет-интегратор, но мне все равно кажется, что можно здесь добавить еще какую-то эмоцию. Все-таки у вас такое хорошее название, Fusion, предложим, IT-интегратор. Ну, я сейчас просто импровизирую чудес, потому что иногда ты... То есть, IT-интегратор – это 100% фракциональные слова. Но когда ты говоришь, что IT-интегратор нужных результатов или чудес, это как бы начинается эмоция. И у человека не обязательно работает только левое полушарие, он может как раз на вот эти вот результаты или на чудо, как бы, ну, не знаю, возбудиться и сказать, а что за чудеса, что за результаты. Ну, то есть попробуйте вот от сухого IT-интегратора перейти на более высокое, на более значимое слово. Вместо IT можно что-то поставить, а можно к IT-интегратору что-то добавить. Но перед IT или между IT и интегратор. У себя думали как раз и даже тестировали именно умный IT-интегратор. Это хорошее позиционирование. Но умный, обычно, знаете, такой шлейф не обязательно результативный. То есть мы обычно даже говорим, он умный человек и поэтому бедный. Поэтому лучше вот что-нибудь такое там типа умный, результативный, или умный и там высокоэффективный. Хорошо, спасибо. Давайте еще раз вернемся к теме вашего регионального развития. Если услуги, как у нас, то здесь труднее. У нас есть местный менталитет, местное законодательство и так далее. Но за рубеж попробовать хочется, потому что есть амбиции. У вас были такие большие амбиции. Я, конечно, там переживаю, что я остался без кипрского вина. Но я больше не переживаю за вас, что вам не удалось это выйти. Но, конечно, есть оправдание. Пандемия. Но вы же все-таки компания, которая может работать с клиентами дистанционно. Можно ли было, и, возможно, вы воспользовались такими возможностями, или их упустили, поработать по привлечению клиентов и поработать по заключению контрактов дистанционно? Ну, тут, наверное, возвращаясь к прошлому году чуть-чуть. Во-первых, мы сами перешли на полудистанционный формат. Это для нас был такой интересный опыт, потому что вначале мы работали все в офисе, и с началом пандемии мы перестроились как раз на полудистанционный формат. Более того, у нас сейчас, получается, часть сотрудников у нас работает почти полностью из дома. То есть мы периодически там собираемся в офисе, синхронизируемся. Но в целом ситуация такая, что сейчас количество сотрудников таково, что если все соберутся в офис, уже офис их всех не вместит. То есть мы думали как раз по поводу переезда, но решили пока отложить, потому что он у нас заполняется не больше, чем на 50%. Это здорово. А как оно управляет сотрудниками, которые работают дома? Битрикс-24 помогает, это я как бы подсказываю. Естественно, потому что здесь, в первую очередь, это проектная деятельность. Проектная деятельность у нас вся автоматизирована. И в целом по задачам, что делает, кто делает, кто где находится, в доступности и недоступности, но все это идет через портал. Естественно, здесь все это отрабатывает. Тут другие вещи. То, что человек, когда он замкнут в четырех стенах, он начинает быстрее эмоционально выгорать. Это факт. И поэтому его надо поддерживать. Мы делаем какие-то там встречи, собрания. То есть мы ввели у себя такое понятие, как Веча. То есть мы раз в две недели проводим у себя собрание вообще и рассказываем новости, которые произошли, что будет и так далее. Это отличная идея. И так получается, что офисные и удаленные сотрудники все в курсе новых новостей, куда идем, как идем и так далее. Я могу сказать, что то, что сказал Олег, он назвал это Веча. Это прямо очень крутая идея. Некоторые компании синхронизируются недельно. Кто-то бевикли раз в две недели, кто-то ежемесячно. Но это обязательно нужно делать. Даже сотрудники, которые работают администраторами, они все равно хотят понимать, что происходит с компанией, куда она движется, какие новости. И вообще чего-то там ждать или бежать искать новое место. Или соглашаться на первое встречное предложение. Рассказывайте о том, что происходит. Рассказывайте о планах, о том, что сделано, о том, что не получилось. В этом ничего страшного нет. Олег делает правильно. Я, прошу прощения, я вас перебил. Мы начинали с международной работы. Я даже успел. Ну, все страны по-разному открывались для того, чтобы поговорить с одним из наших клиентов, девелоперов в Арабских Эмиратах. Я даже вот в декабре летал в Эмираты. Это, конечно, немножко было сложно. Ты должен был там пройти, сдать тесты до полета, сдать тесты, когда прилетел, в сутки просидеть и только потом встречаться с местными людьми. Но такая возможность была. Вы выезжали для встречи с клиентами или все дистанционно? У нас все получилось дистанционно. Здорово. И получилось так, что мы работаем с крупным бизнесом в основном, и если там март-апрель у нас половина наших контрагентов просто заморозили проекты, и они не понимали, что делать, они заморозили проекты. Естественно, у нас там снизился некий поток даже и задач, и клиентов. Естественно, была такая, ну, немножечко стрессовая ситуация. Тогда помогла небольшая финансовая подушка, которая была в компании, и мы спокойно прошли эти два месяца. Это, наверное, там конец марта, апрель, часть мая, который такой был шок на рынке. И дальше уже пошли возвращаться текущие клиенты, и пошел вал уже как раз новых обращений. Компания поняла, что все будет, мир поменялся, все будет по-другому. Пошли за автоматизацией на средний и крупный бизнес. И вторая половина года мы как раз работали уже с, в основном, нашими, с российскими заказчиками и небольшим там количеством, там, ближнего зарубежья. И как раз в основном это дистанционная работа была, коммуникация. Ну, кому-то приходилось приезжать, но это в районе Москва, Московской области. А Казахстан, кто еще у вас из... Из Армении, но это небольшие проекты были. Ага, неважно, тут самое главное, сам факт. Ну, это хорошо, то есть у вас уже три страны. Ну, у нас до этого мы успели до поработать с Англией. Вау! А вы это пишете вот на сайте? Мы, кстати, сделали английский сайт. Круто. Вот это очень круто. Вот это как раз была подготовка год назад к международной испанции. Мы сразу начали с английского сайта. Нет, но вы пишете, что у вас был контракт с Великобританией, что у вас был контракт с Арменией. Мы туда написали как раз все наши иностранные бренды, с кем вы работали. Прекрасно. Мы туда написали. Но вот прямо говорите, в каком количестве стран вы работали. Вот компания манчемных партнеров, которая работает с девелоперами, мы пишем, что у нас прям, когда мы делаем презентацию, мы показываем цифру 4, и на заднем фоне видна цифра 5. И если меня спрашивают, что это означает, я говорю, мы работали в 4 странах, а 5-е это вот эмираты, в которых мы вот-вот-вот начнем работать. Соответственно, если мы показываем 135 городов, то там сзади 136. И любой может спросить, что это такое. Мы можем сказать, что это еще один город, в котором мы сейчас начинаем работать. То есть это показывает еще такую некую динамику в презентации. Можете тоже воспользоваться этим советом. Но количество стран обязательно показывайте. То есть я понимаю, что у вас тоже больше 4 стран уже, в которых вы работали. Больше, да. Спасибо, хороший совет. Да-да-да. Вот это прямо, ну, вот этим нужно обязательно гордиться. Гордитесь. Вот. Ну и что касается там, наверное, региональной экспансии, мы как раз говорили на предмет открытия филиала. Да. К сожалению. Ну, это очевидно. Пока не удалось открыть. Но, честно скажу, наверное, в ноябрь-декабрь, я там провел 2 месяца в переговорах, мы чуть-чуть не купили региональную компанию. Ох. Причем так уже, наверное, договоры... Переговоры зашли уже, в принципе, на подписание, но решили... А вот интересно, да, люди говорят, ну, мне всегда интересно, а что стало причиной, что вы не подписались? Ну, получилось так, что первичные договоренности, на которые мы вышли на переговоры, и что устраивало меня на Fusion... Люди сразу стали жадными, когда аппетит приходит во время переговоров. Они начали как раз вводить новые условия. Знакомая история. Те, которые стали чуть-чуть невыгодными. Никогда не разговаривать с людьми, которые нарушают свое слово. Но все-таки я понимаю, что бизнес – это договора, но вот есть очень хороший фильм, называется «Основатель». Он про то, как появилась компания «Макдональдс». И один из самых неприятных моментов в этом фильме, когда обещают основателям компании, что им будут выплачены определенные дивиденды, и потом, когда речь заходит о том, что где деньги, он говорит, какие деньги, ничего не было. Поэтому, конечно, вот ровно то же самое. Я очень не люблю работать с людьми, которые вот что-то сказали, а потом начинают переигрывать. И иногда бывает так, что я сам начинаю переигрывать условия, но я тогда не делаю его абсолютно. Я говорю, вы знаете, я думаю, что если бы можно, я сейчас подумал, давайте вот так. Но это не абсолютное условие. То есть, если вы скажете «нет», я, соответственно, не обижусь. Но если скажете «да», для меня это важно по таким-то причинам. Это бывает. Но если реально люди начинают отыгрывать назад, может быть и правильно, что вы это не сделали. Я думаю, что они сейчас сами больше переживают, чем вы. Если вы смотрите, вы действительно должны переживать. Ведь надо было отказаться от сотрудничества с Олегом. Я бы согласился. Потому что есть большое количество региональных партнеров Витрикса в том числе небольших веб-студий, которые готовы работать с Москвой. То есть они и работают сейчас на субподряде. И, в принципе, обращения периодически приходят. То есть кто-то хочет работать с большим крупным брендом, с крупными хорошими клиентами. За счет как раз комплексных проектов, про что я говорил уже, у нас получилось найти очень хороших субподрядчиков. Причем не все. Это Москва. Есть и с Урала, и с Сочи. Страна большая. С кем мы начали хорошо сотрудничать. И как раз это надежные партнеры, с кем мы можем уже выходить в большие комплексные проекты. Подрядчики, наши партнеры. Это наша тема. Мы сообщаем клиентам, что мы здесь идем в комплексе с нашими подрядчиками. Кто, где и куда, это, собственно говоря, чаще всего это тоже под идеей. А мы с вами говорили в прошлом году о том, что было бы здорово, если бы вы создавали определенные стандарты Fusion и гарантировали бы вашим клиентам, что все ваши подрядчики работают по определенным стандартам Fusion. Помните, я говорил про манифест, которым можно руководствовать, начиная работать с клиентами. Что-нибудь из этого вы реализовали? Ну, мы в процессе. Ну, я тоже говорил, что менеджмент и аналитика – это наша. То есть это наша как раз большая, хорошая компетенция. И мы как раз даем уже нашим подрядчикам техническое задание, функциональные требования, то, что необходимо реализовать. Естественно, мы это у себя проверяем и уже внедряем уже клиентов. Естественно, да. Ну, здесь идет как раз... Это такой итерационный процесс, потому что обсуждаем, показываем, что-то от них получаем, потому что когда эксперты в какой-то нише, они тоже дают какую-то нам компетенцию. Кстати, я хочу с вами поделиться еще одним советом. У нас менеджер по развитию бизнеса в компании «Манчемных партнеры». И у меня с ним система договоренностей, что каждый раз, когда он открывает для нас новую страну, я его отдельно бонусирую. Все понимают, что у него есть зарплата, но это такой некий фан. Мы с ним договоримся о каком-то важном для него подарке, для него, для членов его семьи. И, соответственно, каждый раз, когда он открывает новую страну, то есть мы начинаем в ней работать, реально происходит контракт, от меня он лично, как от основателя, получает определенный подарок сверху. Ну, я понимаю, что это какой-то некий элемент игры, который очень важен для определенного типа деловых людей. Не только деньги, но и признание, подарок от отца-основателя. Можете тоже такой подход попробовать. Потому что мне кажется, что если вы, предположим, поставите перед собой цель в ближайшие 2-3 года довести количество стран, в которыми вы работаете, до 10 или до 15, мне кажется, вы с этим справитесь. Но еще раз говорю, просто должна быть мотивация у человека, который вам помогает открывать новые международные рынки. Все-таки работа в международных рынках – это здорово. Там и чеки, наверное, другие. Естественно, да. Олег, может быть, у вас есть какие-то вопросы ко мне, новые, за год возникли? Вопрос такой. Сейчас мы, что я вижу сейчас, мы специализируемся на крупном и среднем бизнесе, но к нам приходят тоже и малые клиенты. Если, например, работаем с большим проектом, то необходим менеджер, может быть, два. Может быть, команда аналитиков, там, 2-3 человека, и команда программистов. Если приходит, например, небольшой клиент, мы понимаем, что для того, чтобы реализовать то, что он хочет, необходимо 1-2-3 специалиста, и проект, наверное, там, ну, неделя-две. И получается так, что процессы в большом клиенте, это в большом проекте, да, они выстроены там на полгода, например, да, подключается большая команда, мы должны проанализировать и так далее. С небольшим клиентом, с небольшим проектом необходимо быстро, все оперативно понять, что он хочет, реализовать, сдать. Естественно, человек маленький, но зато быстро. Это быстрая сделка, это быстрая реализация. Стоит ли компании смотреть и в крупный бизнес, и в малый бизнес? То есть, тут, получается, это два разных подразделения, и, возможно, это... Я понимаю. Возможно, чуть-чуть размывается, наверное, как раз ниша, наверное, как бы там, при сционировании. Ключевое слово, вот в этой фразе было «стоит». Вот вопрос, сколько вы получите денег от этого клиента. Соизмеряя вход и выход, ну, то есть, соизмеряя затраты с выходом, который вы получаете, надо и принимать решение. Конечно, я не вижу здесь никакого размывания бренда. Вот если вы считаете, что большие компании будут говорить, да вы работаете с маленькими, мне кажется, что как раз у маленьких компаний такие интересные могут быть запросы. Все-таки у больших компаний такие, ну, сложные запросы, комплексные, но они вам понятны. А маленькие, благодаря запросам от маленьких компаний, вы даже можете расти профессионально. И опять же, ну, я никогда не отказываюсь от работы с маленькими клиентами. Говорю, что вот мой тариф такой-то, и если вы готовы его потянуть, то с удовольствием с вами поработаю. Маленькие, вы не маленькие. Когда вы вешаете логотипы маленьких компаний вместе с логотипами больших компаний, вы просто привлекаете логотипами маленьких компаний и других маленьких компаний. И еще раз говорю, что если вы отсекаете их ценником, то есть ценник позволяет вам, ну, действительно, получить достаточно хорошую маржу от каждого проекта, я бы это, конечно, делал. Со временем, возможно, если вы, вот, Fusion, название для работы с большими компаниями. Ну, предположим, вы сможете потом сделать какое-нибудь там дочернее предприятие. Предположим, у вас сейчас в компании есть парень, который очень хорошо умеет работать с малым бизнесом, но не тянет большой. Ну, предположим, часто бывают сотрудники выглядят так, что они не могут работать с большими клиентами, потому что там нужно говорить правильно, вести себя правильно, даже одеваться правильно. Поэтому, если вы чувствуете, что этот человек не для больших контрактов, вы просто ему говорите, хорошо, давай тогда сделаем там отдельное предприятие, и тогда вы фокусируетесь. Ну, то есть отдельное предприятие – это завод. Ну, то есть там, ну, собственно, все понятно. А вот большие компании, большие сделки – это такая фабрика, там ручной работы очень много. Там одна договоренность, она может продолжаться, там, не знаю, годами. То есть вы выстраиваете отношения с годами, с клиентом. В маленьком бизнесе пришел, ударили по рукам и начал работать. Может быть, появится какой-нибудь там Fusion SMB, то есть маленький, средний, малый бизнес, как в России говорят, SMB. И, соответственно, эта компания будет работать только с маленьким бизнесом, потому что там типовые, простые, быстро решаемые задачи. А у вас будет такой большой Fusion, который будет работать над большими контрактами, который будет как раз интегрировать других. Это будет просто, ну, для опыта и для денег, потому что, ну, деньги лишними не бывают. Поэтому я бы пока продолжал работать в рамках одной компании, а если, ну, будет достаточно большой поток заказов по малому бизнесу, я бы все-таки бизнес разделил, потому что психология, вот даже появление в офисе вот этих малых бизнесов будет смущать людей, которые к вам в офис вдруг приедут, хотя это маловероятно, и будут как-то удивлены появлением там людей, там, условно, там, не знаю, там в джинсах и в растянутых майках, когда они приехали там в костюмах от Gucci. Я бы не мешал. Я недавно выступал перед клиентами Сбербанка, и мое выступление было как малому бизнесу не казаться большим. Я перечислял там 10 вещей, которые должно быть у малого бизнеса, чтобы со стороны он казался большим. Ну, предложим, доменная зона в зоне RU, а не там в зоне РФ. Или предложим там качественная визитная карточка. И одним из таких пунктов был Bittrex 24. Я говорю, что плохо солдат, который не мечтает быть генералом, а малый бизнес плохо, который не мечтает быть средним. Поэтому в вашем случае, конечно, было бы здорово, если бы вы автоматизировав малый бизнес, еще и заряжали его тем, что давайте там работайте на средний, потенциал у вас для этого, ну, с точки зрения автоматизации, есть полный. Спасибо. Олег, еще вопрос? Хотел тоже, наверное, еще одним моментом вопросом, который мы обсуждали год назад, поделиться. Мы тогда обсуждали, как расти компания. Да. И стоит ли нанимать руководителей со стороны или взращивать собственных сотрудников? Ну, я рекомендовал все-таки, я помню мой ответ, я помню, что рекомендовал вам, конечно, сначала попытаться вырастить руководителя из сотрудника, и если оно не получается, то, соответственно, уже привлекать варяга. По какому пути вы пошли? По смешанному. Получилось, кого-то получилось как раз взрастить из собственных сотрудников, кого-то привлекли, как раз опытных сотрудников привели руководители из других компаний. А если посмотреть на результаты, кто подвел, внутренний кандидат или варяг, или все работают классно? Ну, сейчас сложилась такая команда, что работают все классно, потому что все друг друга дополняют, и в целом это та команда, которая позволяет расти дальше и вперед. Ну, видите, я ошибаюсь. Я посоветовал одно, Олег попробовал и это, и другое. Ну, собственно, так и нужно слушать все советы и делать так, как подсказывает сердце и рассудок. Хорошо, я рад, что у вас так, Олег, все получилось. Есть еще один вопрос. Я понимаю, что я эксперт по CRM, по автоматизации, и бренд компании это хорошо, но необходимо тоже развивать и собственный бренд, потому что я через меня проходят в основном крупные продажи, крупные клиенты, это нормально. Для того, чтобы быть экспертом на рынке, быть номером один, как вы. То есть я думаю, что, естественно, я там сейчас провожу обучения какие-то, там я записываю курсы свои, но я думаю, что книга – это тоже классное подтверждение, классная экспертиза. О, да. И вы ее написали? Еще нет. Я только хочу писать. Хорошо. Я хотел спросить, что сделать? Книгу надо писать. Какие способы это делать? Книгу надо писать. Обязательно. Мы говорили про это в прошлом году. Но я сейчас повторю основные тезисы. Но хочу вам напомнить, что действительно в очень многих случаях бренд руководителя, бренд первого лица очень сильно работает на бренд компании. Очень сильно. Иногда мы даже используем бренды сотрудников для того, чтобы укрепить бренд компании. Для того, чтобы создать бренд руководителя, нужно делать три вещи. Первое – правильно работать. Второе – правильно говорить и правильно писать. Я у себя в Инстаграме как-то говорил о том, что есть вот эти способы говорить и писать. И это можно делать онлайн и оффлайн. Такая простая табличка, из которой нужно выбрать то, что для вас аутентично. Ну, мне кажется, что Олег в большей степени интроверт, и ему не хочется выступать, хотя он выступает. Но вероятнее всего он классный писатель. Он может тогда вести свой блог или предложим вести Инстаграм. А если у него хорошо получается говорить, он может вести еще и свою страницу Clubhouse. Но книга – это абсолютный must-have для любого руководителя продукт. Почему? Олег, смотрите, книга нужна по двум причинам. Первая – это прекрасный открыватель двери. Даже если ты не можешь получить контракт с кем-то, договоренность с кем-то, сначала не контракт, договоренность, а встреча, ты просто отправляешь книгу, которую ты от руки подписываешь ему, прям подбирая правильные слова. Особенно хорошо, когда она приходит к какому-то празднику, когда это рассматривается действительно как подарок. И второе – это напоминатель. Потому что если вы подарили книгу, и она у человека лежит в кабинете, или она лежит у него, там, не знаю, там, стоит в книжном шкафу, или там он ее отнес домой, она все время напоминает про вас. Очень важно еще правильно сделать обложку, очень важен здесь корешок. Потому что, как правило, книга лежит либо лицевой стороной, либо стоит корешком. И вот тут нужно очень важно пробрендировать так, чтобы бренд фьюжн был виден и там, и там. Поэтому книгу нужно написать, потому что у нас такой стереотип в России, что если человек написал книгу, то он ого-го. А если вы действительно ого-го, то чем больше его ого-го, то у вас должно быть больше книг. То есть если вы напишите одну книгу, сразу там думайте про вторую, про третью, про четвертую. Ну, в принципе, еще раз, такая прям, можно сказать, корреляция, что чем больше человек книг написал, тем больше он знает. И, соответственно, чем профессионально о нем складывается впечатление. Поэтому очень надеюсь, что если у нас будет продолжение, в следующий раз вы придете с книгой и с бутылкой хорошего казахского коньяка, и с бутылкой хорошего кипрского вина. Потому что когда я пишу книги, я всегда это делаю в состоянии легкого алкогольного опьянения. Просто так раскрываются чакры творчества и креативности. Это, кстати, тоже одна вам подсказка. Найдите музыку, обычно без слов. Возможно, если вы пьете действительно один бокал вина, он просто, не знаю, там раскрывает все ваши чакры, и вы начинаете писать. Но самый простой способ – это просто перелопать тот контент, который у вас есть, найдя идею. И мне кажется, идея книги у вас уже есть. Есть и не одна. Отлично. Вот, и не одна. Я хотел этого слышать. Пишите, Олег, пишите. И я думаю, что я к вам обращусь как раз когда в процессе. Договорились. Обращусь за консультацией. Хорошо, я помогу с удовольствием. Мы прекрасно поговорили с Олегом. Я с теплотой вспоминаю наш прошлогодний разговор. Мне очень приятно, что Олег много сделал. Я, конечно, разочарован тем, что у меня получил бутылку кипрского вина. Но все впереди. Я больше чем уверен, что со всех стран мира Олег скоро начнет привозить мне какие-то подарки. Олег, так держать. Go ahead. Спасибо, договорились. Говорят, что понедельники неминуемы. Ровно так же неминуемы вторники. И наши очередные выпуски программы «Битрикс24 спрашивает». Субтитры создавал DimaTorzok